всем привет 26 октября сегодня у нас был мороз вот так вот они у меня находились без всякого утепления просто под холстиком сейчас глянем как они собрались в клуб да в клуб собрались у передней стенки все улочки заняты и заодно вот раскладываю такие планочки поверх чтобы у них была возможность потом с улочки улочку переходить приморозила сегодня ночью но сейчас уже тепло солнце вышло следующий смотрим так 2 и осад здесь приютилась тоже нормально сели в клуб передней стенке все улочки заняты ложим планочки речки 3 6 7 7 рамок в общем больше 7 рамок я не оставлял никому даже сильным семьям есть несколько семей таких сильных больше семей не оставлял вот это следующая тоже видимо по силе была хорошая да все улочки заняты листва сыпет 367 до 7 рамок вот но в основном не знаю ну улев со всей пасеки может 7 10 может такой силы остальные 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 у меня на 6 рамка где-то в основном есть и 5 рамок следующий здесь я уже клал вот здесь сколько рамок 36 нормально тоже угадал все улочки заняты вот это под 2 ниткой 2 нитку грызут а вот первое несколько улев я показывал даже не знаю что за материал ну уже сколько лет он его не грызут вот есть все такие с наростами наросты я не убирал вот сюда планочки не нужны тоже все улочки заняты да правда клуб такой вытянутый не знаю может тесно что они так вытянулись уже такую рамку можно было еще оставить ничего пусть сидят принципе нормальная ситуация вот в этом году так как и каждый год у меня нету таких особо сильных семей потому что занимаюсь продажей пакетов выводом маток вот везде постоянно они деребанятся забираются расплод поэтому такая ситуация ну и не люблю я зимовать сильными семьями потому что они непредсказуемым могут загудеть среди зимы поэтому вот такие на 6 рамках сам эту 6 7 рамок правда тишу на 7 у меня остались они на и на 9 на их можно было раз это самая не я их поджимаю но тут тоже 7 рамок в принципе нормально самый раз такой клубе хороший плотненько сели у передней стеночки примерно до середины нормально здесь тоже речки не нужны потому что есть наросты им будет переходить с улочки в улочку уже хорошо когда не поднимутся туда ближе концу зимовки поднимутся наверх и уже будут переходить с улочки в улочку а сейчас все равно морозы придает они опустятся на низ вот сейчас вот минус 4 до этого они были по всему гнезду сейчас собрались клуб и немножко улочки зашли а морозец ударит они опустятся вот тут тоже угадал все улочки заняты крайне заняты 6 7 рамок раньше давно еще когда-то и оставлял и по 8 и по 9 но понял что всем рамок больше и мы не надо они на 7 рамках какой бы там не был клуб какая бы сила семьи там не было они нормально зимуют вот кстати холстик из этого как вафельное полотенце вот этот не погрызли на где-то встречал погрызанные тоже долго он служит сейчас если попадется ну или потом я открою покажу ткань которая ну вообще просто не грызут я не знаю но уже давно у меня за пропульсованные они но ни одной дырки нету а вот одни глубоко туда опустились тут они возле забора стоит может и поэтому по прохладнее в общем опустились туда вниз самый вот это кардаван тоже на семи рамках плотно занимают все улочки отлично она сработала у меня в этом году по крайней мере лучше всех на пасеке ну это кардаван облетанный на бакфасте то есть я в ад дончик мне давал матку не плотку кардавана вот и она облетывалась у меня здесь на пасеке на бакфасте отлично сработало вообще просто супер но они такие немного агрессивней даже сказать не немного но агрессивнее бакфаста как-то после бакфаста мне немного некомфортно с ними было работать потому что бакфастом работаешь не дымарь не распаливаешь ничего просто так заглянул посмотрел да и все вот а здесь надо с дымарем к ним идти но ничего оставлю не буду убирать оставлю и вот эти холстики не знаю что тут за нитка чего они сделаны но не похоже как на это как она называется мешковина это мне мама отдала у него был рулончик еще с советских времен лежал говорит вроде как какой-то подкладочный материал что-то такое но обалденный вообще ни одной дырки насколько у меня их ни одной дырки это не уже запропылесованы вот так не сильно но так их не грызут видимо эмоль их не трогает такие вот хорошие классные счет найти такой материал было бы вообще класс потому что 2 не 2 нитку грызут так ну все прошел пробежался я всех просмотрел все нормально одна семья у меня села по центру вот а так все у передней стенки но я позже все равно еще потом когда еще должен быть наверно облет вот но уже после облета туда когда уже постоянные морозы будут я прохожусь и смотрю где клуб силы и ставлю пометочку на улей что в дальнейшем видеть как в процессе зимовки видеть как пчела продвигается куда клуб пошел вот в основном у малышей они бывают по центру садятся вот и она контролирует вперед сдвинуться то ли назад ну я их заношу в зимовник вот когда морозцы такие уже приходят к нам ну и как правило не принципе зимуют на том же месте где и сели то есть концу зимовки поднялись кверху и немного растягивать но все равно все равно ставим пометочки мало ли чё все друзья всем удачи благополучной зимовки пока